Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый незапланированный выпуск, я даже сценарий к нему не писал. Дело в том, что Ripple только что опубликовал объявление, точнее даже обращение ко всему сообществу, включая и нас с вами. Мы его обязательно сейчас прочитаем. Но начнем с того, что XRP восстанавливается на 20%, поскольку Ripple заявляет, что готов работать с новым руководством SEC. Точнее, он восстановился на 51%, что достаточно внушительно. XRP удалось компенсировать некоторые из своих огромных потерь, поскольку в течение последних часов он вырос более чем на 15%, на 51%, после того, как Ripple опубликовал публичные заявления о своих юридических затруднениях с комиссией по ценным бумагам и биржам США SEC. Ripple пишет, наше заявление относительно недавней активности участников рынка в ответ на иск SEC. Общественность и пресса слышали эту историю только со стороны SEC. И через несколько недель мы представим наш ответ, чтобы рассмотреть эти бездоказательные обвинения в адрес Ripple. Решение SEC подать в суд на Ripple является атакой на всю криптоиндустрию в Соединенных Штатах Америки. Еще раз напоминаю, это не мои слова, это объявление Ripple. Мы всегда говорили, что в США существует опасная неясность регулирования криптовалюты. Иск SEC уже затронул бесчисленное количество ни в чем не повинных розничных держателей Ripple. Он также напрасно сбивает с толку биржи, маркетмейкеров и трейдеров. Комиссия по ценным бумагам и биржам привнесла на рынок больше неопределенности, активно нанося вред сообществу, которое они должны защищать. Тем временем Ripple продолжит работу и поддержку всех продуктов и клиентов США и по всему миру. Большинство наших клиентов не находятся в Соединенных Штатах. И общий объем XRP в основном торгуется за пределами США. Например, существуют четкие правила использования XRP в Великобритании, Японии, Швейцарии и Сингапуре. Последние 8 лет мы создавали продукты, которые помогают сотням клиентам решать проблемы, связанные с трансграничными и глобальными платежами. И мы будем защищать нашу компанию и с нетерпением ждем урегулирования этого вопроса в суде, чтобы наконец получить ясность для криптоиндустрии США. Та самая регуляторная ясность, которую мы ждем, обещается уже совсем скоро. Что ж, ребята, видимо, по завершению этого судебного дела с Ripple мы таки получим криптовалютную регуляторную ясность на территории Соединенных Штатов. И я до сих пор уверен, что Соединенные Штаты далеко не такие глупые, чтобы давить то, в чем Китай их уже давно опережает. Они же не хотят потерять лидерство, не так ли? Параллельно с этим, пишет Ripple, мы также рассчитываем на сотрудничество со всеми членами комиссии и новым руководством после его назначения. В целом, председатель СЕК, шесть его директоров от каждого подразделения СЕК, главный экономист СЕК и главный юрист-консульт СЕК ушли. Многие ушли только на прошлой неделе. Но наша неизменная приверженность к конструктивному взаимодействию с регулирующими органами не изменилась. Как вы знаете, Джей Клейтон покинул свой пост председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США и под конец своей карьеры поставил жирную и красивую точку. Но новый глава СЕК, республиканец Элла Тройсман, считается лояльным криптовалютам. Посмотрим, как это повлияет на дело с Ripple. Тем не менее, я согласен с тем, что многие люди не улавливают того, что на самом деле происходит. Все почему-то говорят, что СЕК атакует лишь Ripple, но по факту СЕК атакует всю криптоиндустрию в Соединенных Штатах. И лично для меня это абсолютный нонсенс, потому что СЕК это все-таки американский регулятор. Почему же он тогда действует именно так, как это выгодно Китаю? Это очень странно, учитывая то, что остальные американские регуляторы относятся к Ripple как к цифровой валюте, а не к ценной бумаге. Что-то здесь нечисто. Тем не менее, вот такое официальное объявление Ripple XRP, которое они только что опубликовали 2 минуты назад, и я решил вам его показать. Ripple готов бороться до конца, причем не только за себя, а за всю криптоиндустрию в Соединенных Штатах, за регулирование этой криптоиндустрии. Но также в этом абзаце они намекнули, что не будут держаться за США, если что могут переехать либо в Великобританию, либо в Японию, либо в Сингапур. Ведь большинство объема XRP торгуется вне Соединенных Штатов Америки. Также Ripple отреагировал на то, что останавливается торговля XRP на многих биржах, например, на Coinbase, Bitstamp и OKCoin. Компания сказала, что такая реакция не вызывает удивления, но фирма также назвала их действия консервативными. В общем-то, я с ними в некоторой мере согласен. Люди как-то однобоко сейчас на эту ситуацию смотрят, потому что, скорее всего, находятся на эмоциях. Что ж, нам остается только ждать, ведь компания обещает полномасштабный ответ спустя несколько недель. Я думаю, этот ответ уже будет носить какой-то юридический характер. Кстати говоря, несколько недель. Несколько недель назад Брайан Брукс обещал, что спустя 6-8 недель в США будет криптовалютная регулятивная ясность. Как раз и осталось несколько недель. Какое-то странное совпадение. Это было официальное объявление Ripple о сложившейся ситуации, которая подняла цену на 51%. Посмотрим, что будет дальше. И если что-то будет, я обязательно сниму по этому поводу видео. На этом все. Это видео было абсолютно без сценария. Такие я не часто снимаю. Увидимся завтра. Богатейте. И до скорого.